Девушки отдыхают Однако в историю вмешивается тетка Прони, желающая выдать замуж за богатого пана Голохвастова, свою дочь Галю. Чем все обернется, зрители увидят на спектакле. 13 апреля на большой сцене драматического театра состоится спектакль «Когда мы мертвые пробуждаемся». В героях пьесы живет молчаливое упрямство и сосредоточенность здоровых, нетронутых людей, спокойных и вдумчивых, близких к самой природе. Ипсен искал героев, рвущихся к светлому будущему, и его герои – продукт мыслителя, а не бытописателя. Это попытка окунуться в мир героев Ипсена, перенесенных через столетия в наши дни. 14 апреля на сцене драматического театра артисты Московского театра «Миллениум» покажут спектакль «Прелести и измены». Сцена на протяжении спектакля становится удивительным местом. Здесь рождается и умирает любовь. Трудно предугадать, с чем закончится та или иная история. Они непредсказуемы. Разные по стилю и настроению новеллы Валентина Красногорова объединены общей темой непростых отношений внутри любовной пары. Вместе с героями зрители ищут ответы на глубокие злободневные вопросы. «Мы люди не являемся совершенствами. Нами часто обладевают страсти и искушения. Способны ли мы устоять перед охватывающим нас желанием? Насколько мы дорожим и тянем тех, кто с нами рядом? Легкие диалоги, парадоксальные сюжеты, комедийные и почти фарсовые ситуации и вместе с тем глубокий лиризм будут держать зрителя в постоянном напротяжении до последних мгновений спектакля». 17 и 18 апреля в Театре кукол состоится спектакль «Фауст сны». Образ доктора Фауста, чернокнижника, прорицателя, астролога и алхимика многократно использовался в литературе и имел реальный прототип. Жизнь доктора Иоганна Георга Фауста, выдававшего себя за великого ученого, породила множество легенд, которые впервые отразились в народной книге о Фаусте в виде устрашающей истории о дьявольских соблазнах. Здесь есть и договор с дьяволом на 24 года, и сам дьявол под видом собаки, и брак с Еленой, и страшная и ужасающая смерть. В эпоху, когда вера в потусторонние силы была еще жива, история обрела огромную популярность. У Гёте легенда становится чем-то несравнимо большим, его Фауст противоречив, но именно борьба между добром и злом в душе героя закаляет его. Ведь в несчастьях, трудностях и искушениях познается истинная сущность человека и сила его духа.